Неподалеку от Корфовского приморский водитель устроил механически необычное ДТП, опосредованно повредив снегоуборочную машину. Шофер фретлайнера направлялся в сторону Хабаровска, в том же направлении двигались и остальные участники будущей аварии. Перед цистерной даль нефтеторга ехал тягач с автотраллом, на котором стоял бульдозер КамАЦу. Именно гусеничная машина и стала изюминкой этой аварии. Возглавлял же колонну КамАЗ дорожной службы, посыпавшей песком свой участок междугороднего шоссе. С него все и началось. Забарахлила система, подающая абразив из кузова на асфальт. Дорожник притормозил и свернул к обочине, чтобы посмотреть в чем дело. Двигавшийся следом водитель тягача с бульдозером тоже остановился, поскольку в силу габаритов не мог сходу объехать оранжевую спецмашину из-за встречных автомобилей. Третий участник событий, дальнобойщик, слишком поздно увидел опасную ситуацию впереди. Фретлайнер врезался в трал, при этом стоящий на нем КамАЦу развернуло. Существенно высунувшийся за габариты платформы отвал бульдозера и задел пескоразбрасыватель. В авариях, связанных с несоблюдением дистанции, обычно больше всего достается транспортному средству, оказавшемуся в середине автобутерброда. Это ДТП – яркое исключение. Трал, сделанный из особо прочного металла, выдержал удар фретлайнера вообще без видимых повреждений. Даже задние фонари уцелели. Бульдозер, поддевший отвалом снегоуборочный КамАЗ, тоже отделался царапинами. Ну а для пескоразбрасывателя удар вообще оказался целебным. Заклинивший механизм подачи от сотрясения заработал, как ни в чем не бывало. А песок уже и сами разбрасывали? Песок вы это самое. Когда стукнули, заработало все. Мы его закидали. От удара заработало не в раме? Да. Водитель тягача, перевозивший бульдозер, заявил автоинспекторам, что к шоферу фретлайнера претензий не имеет. Бригада, возвращавшаяся со стройплощадки, продолжит путь домой. Автотрал тоже ехал из Приморья. Подрядчики возвращались из Кавалерова в Биробиджан. Таким образом, в этом крушении наибольшие убытки понес перевозчик горючего. На фретлайнер без слез смотреть невозможно. С места происшествия Надежда Томченко, Анна Карпова и Павел Рогатин.